Здорово, дневные, братцы, казахи, господи офицеры, уважаемые соратники. Я здесь не случайно, поскольку то, что мы сегодня собрались, это знаковое событие, небольшая справка. Русский народ никогда не опускал руки, и мы эту борьбу вели, несмотря на то, что нас всячески разъединяли, нам внушали совершенно иные мысли. Но, насколько я помню, с 1991 года произошла Преображенская революция, и мы находимся именно в процессе преображения. Спасибо, Господи, за все. С 1993 года создалось монархическое движение, в котором я принял участие. С 1993 года мы создали ассоциацию, военно-историческую ассоциацию, добровольческий корпус, и тем самым осмыслили белое движение. Здесь есть его представители. С 1998 года офицеры, казаки, и в том числе журнал «Станица» Кукунько, Георгий Валентинович, вместе со мной создали Николаевский имперский комитет в России, который начал заниматься именно проблемой объединения юридического возрождения нашего православного русского анарктического самодержавного государства. В 2002 году силами этого же Николаевского имперского комитета белых офицеров мы промыслили и создали Российскую анарктическую партию, как прообраз, объединяющий и ведущий русский народ к нашей цели. Мы опубликовали нашу программу, она уже повторена не однажды. Это четкое создание политического ядра, это организация и поддержка тех государственных и представителей народа в Госдуме, это обязательный референдум, это выход на общественные структуры, которым мы предлагаем осмыслить нашу историю и предложить новый путь, то есть путь изменения конституционной на конституционную монархию, выборы канцлера Ориента, место блестителя престола, и тем самым передавая ему форму общественного такой поддержки, подвести русский народ к нашему земскому собору, который и, как и должно было, и в 16-м году, в 1916-м решал эти вопросы, будет решать вопрос о сегодняшней власти. То, что происходит сегодня, мы прекрасно понимаем, это не власть. В прошлом году, 12 июня, в Санкт-Петербурге мы провели общероссийскую монархическую ассамблею, которая создала некую историческую преемственность между последним русским земским собором на Дальнем Востоке в 1922 году до тех монархических организаций, которые существуют, это русско-еверское движение. Таким образом, мы направили власти предупреждение о том, что эта власть нелегитимна, и мы сегодня видим последствия тех выборов, которые они так вот бессовестно проводили. Мне кажется, что имело бы смысл великолепной, серьезной силе партии Великая Россия предложить выступить именно с этих позиций, предложить обществу не поддерживать эти выборы, создать конституционное собрание, во-первых, довести обязательно создание закона о конституционном собрании до его принятия некой общественной силы, поскольку сегодняшняя Госдума нелегитимна, но пусть она поддержит это. И то, что обещал депутат Бабурин на учредительной конференции в Доме кино, нужно довести до конца. В крайнем случае, конституционное собрание может обратиться к народу и восстановить право разогнанного в 1918 году учредительного собрания. Именно учредительные собрания и собрания представителей разных социальных структур общества, в том числе казачества, должны этот вопрос решить. И маленькая последняя справка. Я таман Московского казахского стана, собранный 4 года назад. Что такое Московский стан? Это объединение различных казачьих общин, живущих на территории. Это православные территориальные общины. Это та сила, о которой вы говорили и сегодня предлагаете. Мы готовим в Москве такое соборное казачье собрание всех казаков, живущих в Москве. Дай Бог нам силы объединить это усилие. Безусловно, вместе с вами мы эту задачу осуществления конкретной местного самоуправления на территориях по всей России мы сможем решить исключительно с нашими казаками. Три казака это курить. Это уже атаман. Это уже частное православное и народно-русское движение. Слава России!